Ребята, сейчас будет умора. Я думаю, все наши здравомыслящие, люди с пытливым умом, обладающие критическим мышлением, вы сейчас поугараете. Я вам серьезно, относитесь к этому с юмором. Не надо это воспринимать всерьез, злиться или еще что-то. Это угар. Да, безусловно, но придется немножко неконструктивно выровнять, поравнять самооценку, потому как я не люблю кого-то обесценивать непосредственно того, что человек чуть-чуть недалекий, необразованный, не то понимание социума и так далее. С разными пластами нужно по-разному работать, но к чему все это? Когда я сегодня увидел, что они... Я еще вчера сижу, думаю, неужели они реально, вот им хватит мозгов, точнее хватит, видимо, отсутствия, чтобы действительно попытаться на серьезке раскрутить типа мой бой с Александром Емельяненко. И они реально сейчас начинают пытаться это делать. Вы представляете, как это? У меня слов нет. У меня такое ощущение складывается, что во всей вот этой ситуации у них как будто обо мне информация очень неактуальна. Она как будто у них там какого-то 10-12 года. Или тех времен, когда мне было очень плохо. Но прикол в том, что когда мне было очень плохо, я другим людей вред не наносил. Я только себе вред наносил. Это были мои ошибки, которые привели меня к моим последствиям. Слава Богу, никому не нанесли никаких последствий, а уж тем более ущерба. Вот. Но сейчас, действительно, сейчас, вот 24-й год на носу, вот в эту актуальность и данность, вот так себя вести, просто, просто умора. Поэтому, ребят, сейчас наблюдайте, начнутся, сейчас будут подключаться всякие мелкие там поп-МММА бойцы еще, там комьюнити будет подключаться. Они такие, да, давайте, Маваши должен выйти теперь и доказать все в ринге, короче. Э-э-э-эй. Вот. Ну вот это сейчас вы будете все наблюдать, понимаете, да. Оказывается, вот, оказывается, надо идти и, вот, Александру, это же честь такая, понимаете, вот, Александру Емеляненко идти доказывать что-то в ринге, понимаете. Нет, не потому что ему жрать нечего, ему деньги нужны, его лечить нужно, он бухает, он никак не может вылечиться. Его менеджмент не знает, что с этим делать, потому что ему даже на поп-МММА скоро платить не будут. Все прекрасно понимают, что с такими темпами, примерно через полтора годика, Саше платить не будут уже нигде. Поэтому, конечно же, вцепиться в такую, как они думают, возможность, это надо делать. И вот, вот это вот начинается, короче. Поэтому наблюдаем, смеемся, берем орешки, чай. Кто будет писать комментарии, пожалуйста, ребят, по-серьезски, ну не надо никого оскорблять там, ну никого не оскорблять там, не устраивайте бес. Вы лицо организации, вы лицо общего движения, поэтому сарказм должен быть на месте. Посаркастировать, где-то поиронировали, поржали, посмеялись, кого надо, потроллили. Ну, не начинайте, только возьмем, хорошо? Вот такие новости. Я даже не буду никакие картинки размещать, а то, что они подумают, что я реально начинаю, могу разместить материалы, типа такой. Ну, посмотрим, как среагируют люди. Нет, его стопудово не будет. Этого стопроцентно не будет. Вот, Саша там что-то хотел кого-то переезжать, ему бы сначала на самом деле переехать хотя бы большую часть своей зависимости, потом переехать свои страхи, которых у него очень слишком много, как у любого зависимого человека. Ему очень-очень много чего нужно переехать для начала. Вот. И только потом, может быть, пытаться переехать меня. Все это смешно, все это интересненько затейливо, но я поехал дальше работать по делам. Всем большое спасибо за поддержку, ребята. Все я вижу, все я чувствую, все очень-очень целю. Всех обнял, приподнял. Субтитры сделал DimaTorzok